МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моё почтение, дамы и господа, продолжим. На сегодня и я отдуваюсь. Сегодня вот, я ж не знаю, прекрасное, очаровательное, милейшее создание Инна Сегатулина. Всем добрый день. Прошу любить и жаловать, компания Ладога таки. Ангел Мэй, представься, вот так вот, не все свои, а то надолго я так чувствую. Хорошо. Всем добрый день еще раз. Меня зовут Инна Сегатулина. На данный момент я работаю ведущим гранд-менеджером в компании Ладога и отвечаю за портфель ромов импортных и также агаловых дистилляров, которых в нашем портфеле тоже достаточно много. Вообще в алкогольной индустрии я работаю уже порядка десяти лет и довелось мне поработать и с винов, и с виски. Но вот сейчас я счастлива работать с ромами и агалами дистилляторами в компании Ладога. Ну я добавлю чуть-чуть, поскромничала, поскорно, прекрасная, еще и скромная. Боже мой. Бывший бренд-амбассадор, насколько я помню, Гленлоса, Глендронах и... Бенрех. Бенрех. И Вудфорд Резерв. О, вон. Да, довелось мне и побыть бренд-амбассадором таких прекрасных виски. Так, душа моя, что мы сегодня пробуем? Мы сегодня пробуем совершенно удивительный ром родом с острова Маврикий. И не просто удивительный ром с острова Маврикий, но новый релиз. Так как вообще с этим производителем, рома Лэйзи Додо, мы работаем уже на протяжении нескольких последних лет. И в прошлом году они выпустили новинку под названием Лэйзи Додо XO Chronicles. Этот релиз отличается выдержкой более длительной по сравнению с базовым релизом. И, конечно же, отсутствием колера и холодной фильтрации. Ну, это так совсем вкратце. Крепость сороковник. Да, крепость здесь сорок. Производство так на пальцах, ну, тоже не без этих самых колонны, кубы, что сие вообще? Здесь непрерывная дистилляция, примерно до 92%. Выдержка проходит в разных бочках, но конкретно в данном релизе выдержка проходит в старых дубовых бочках и в бочках из-под коньяка и бурбона минимум 13 лет, что для рома достаточно-таки долго. На острове, странная выдержка? Да, и все производство сосредоточено на острове Маврики. И, что интересно, количество эфиров здесь 250 мг на литр, что делает ром средним по телу. И, в принципе, все ромы на текущем этапе линейки 2 от Лэзи Додо, они имеют такое содержание эфиров. По-онегински. На дне он голову ломал и чудеса подозревал. Это тот ром, который вот действительно можно ломать голову и чудеса такие подозревать. Ой. Да, этот ром действительно очень богатый, довольно медленно эволюционирует в бокале. Это ром для медитации, если выражаться модным языком. Так, почему я не курю? Милое создание не куришь, чтобы не травить. Мы потом снимем такой кусочек, где вот закурю хирам из Соломон, король, масонские сигары. И по-быстрому расскажу, как, чего с ромом. Ну, пока, пока. Благодарю. Пока. Ну, пока ром раскрывается в бокале, было бы, наверное, интересно поговорить немного об истории Маврикия и немного об истории этого производства. Вообще, Маврикий впервые был открыт европейцами в 15 веке, и открыл его португалец, которого звали Педро Маскареншос. Однако, колонизация острова активно началась не сразу, а спустя некоторое время, в 17 веке, французы первые начали его активно колонизировать, и даже какое-то время Маврикий назывался островом Франции. Однако, в 19 веке британцы подоспели, и по сей день этот остров в себе сочетает две культуры, и британскую, и французскую, и два языка там довольно активно используются, английский и французский, соответственно. А вот независимость Маврикия обрел, я бы сказала, относительно недавно, в 1968 году. Ну, молдую, не совсем зеленую, но... Да. Ой, какая вредность, а? Какая все-таки вредность. Этот трон производится из милассы собственных сахарных плантаций, и вообще... Своё сырьё, маврикийское своё сырьё. Да, своё маврикийское сырьё. Первый сахарный тростник на острове появился в 17 веке в 1639 году, и завезли его туда голландцы. Так вот, домен, на основании которого потом было создано данное производство, сегодня эта компания Грейс называется, домен для Вильбак, он был основан в 1740 году. И свой первый ром, ну, такой домашний, конечно, непромышленный, они сделали спустя два года, в 1742, соответственно. То есть, так или иначе, производство глубоко уходит в историю своими корнями. И мне кажется, в этом бокале эти корни очень хорошо чувствуются. Ой-ой-ой, ну давай, давай уже пробовать. Давай ты первая, я вот... Ну хорошо. Я сегодня пристяжной буду. Спасибо. Сейчас. Ой-ой. Очень богатый вкус такой ром. Хотя крепость у него стандартная, 40. Но ощущается, что во рту его можно пожевать очень полнотелый, плотный. Бочки из-под коньяка довольно активно ощущаются здесь. И хотя ром из милассы, конечно, он такой серьезный образец рома из милассы. Да. Момент там в море, в Новое море. На. Очень многогранный. Но шикарен. Бочка чувствуется коньячная, вот реально чувствуется, мама не горюй. Классика. Классика, ромовая классика. Ваниль, карамель, сладковатый аромат. Коньяк погулял, вот прям. Бочка коньячная, что-то изюмчик какой-то, да. Ну и какая-то свежесть вроде табачного листа мне здесь тоже чувствуется. Так что я думаю, для любителей сигар это будет прекрасным сочетанием. Ой-ой. На нос он гораздо слаще, чем на вкус. На вкус он совсем не сладкий. Да. Слегка. Я бы сказал, даже не сладкий, он скорее сухой с небольшой сладостью. Остаточной. Да. И коньяк, вот коньячная бочка французов всегда, что не дай, всегда коньяк постарается. Но на Маврикии вот здесь как-то тоже прям коньячок-то чувствует самого не горит. Я думаю, это тоже связано с историей семьи. Из названия Адамена несложно догадаться, что у корней стояли тоже французы. Был такой доктор на Маврикии, который основал, в общем-то, производство арома в промышленных масштабах в 19 веке. Его звали Пьер Чарльз Франсуа Харл. И вот его потомки как раз-таки впоследствии основали данное производство. Поэтому да, французские бочки. Везде левушатники погуляли. Коньяк здесь, конечно, дают о себе знать. Мне нравится очень наблюдать эволюцию аромата. Сейчас, мне кажется, даже имбирные ноты легкие появляются. Острота появилась. Не буду спорить насчет имбиря. Она, как по мне, гвоздичка вылезла. Да, да. Гвоздичка, классический ром, но очень хорошо облагороженной коньячной бочкой, которая не испортила, как иной раз, вот, прости господи, пресной памяти Барбатбургский 12-летний. Забыл и бог с ним. Ну да, но учитывая еще такую длительную выдержку от 13 лет, конечно, загубить было бы легко. И дуб чувствуется, но это, но не лишний. Не лишний, да. Он вот в тему идет, в тему. Под сигару будет просто шикарно. Кстати, пью-то я его уже раз-два на преснопамятном фестивале. Кстати, компания «Ладога» бомба фестивальная была со своим портфелем, что они выпутили. Ой, ну и... Спасибо, приятно. Одна из жемчужинок коллекции, это вот этот Лэйзи Дадо Иксо. Это, ну это шикарно. Это вот, да, это посидеть, повтыкать, сигары с трубкой, вечерочка. Ой, прекрасно. Да, согласна. Базовый релиз, хотя тоже довольно серьезный, с выдержкой от 3 до 10 лет в американском, французском дубе, но, конечно, вот его как раз легко выпивать даже в большой компании. Жан-поп-сореньки. Он воп-сореньки. Да, более понятный, да. Здесь же... Еще одну забавную историю вспомнила. Нельзя ее упомянуть в контексте этого бренда, конечно же. Лэйзи Дадо такое довольно оригинальное название. Ну и на упаковке вы, конечно же, наблюдаете птицу. Курица в шляхе, да. Ленивая курица еще мы так называем иногда. Так, в общем, Лэйзи Дадо была птицей, Дадо. Проживала на Маврикии и обладала, как можно видеть здесь на изображении, увесистым телом, короткими крылышками. Привыкла вести размеренный, расслабленный образ жизни на этом острове. И когда европейские моряки, наконец-то, на этом острове оказались, конечно же, Дадо стала для них быстрожеланной пищей. Сожрали всю Дадо. Да, сожрали. Она, видимо, была вкусненькая довольно-таки, мясистая. Так что да. В общем, Дадо на текущий момент, к сожалению, прекратило свое существование. Но стала, тем не менее, национальным символом острова Маврикии, одним из. И более того, пару месяцев назад буквально я прочитала новость, что американские ученые по ДНК из музеев хотят попытаться воскресить птицу Дадо. Опять ее поместить на Маврикии, так что, может быть, мы ее увидим еще. Вот у этой птицы Дадо даже есть имя. Это Морис. Так что, пожалуйста, познакомьтесь с Лэйзи Моррисом. Чудо Моррис. Чудо Моррис. Модный, носит шляпу и галстук бабочку. Прямо как я. Сейчас где плеет, опять шляпи ходить. Ну вот, так что. Отличная компания. Да. И во вкусе, и в носу, как по мне, появился вот два-три глотка. Поначалу никак, дальше вылез горький черный шоколад. И только кофе. Плюс какие-то, несмотря на достаточно солидную выдержку, какие-то тростниковые, это она, свежесть. Но она есть, тростничок, или тростниковая. Угу. Есть, есть, свежесть, травянистая такая. Да, да, да. А горький шоколад, соглашусь, особенно в послевкусе, ощущается такой легкой горчинкой, но очень приятный горчинкой сбалансированный. Ну и кофе, безусловно. Кофе и в аромате, мне кажется, появился. Революция чувствуется, ну, напиток для повтыкать. Засим, засим. Будем прощаться. А мы с прекрасной дамой еще посидим по 20 грамм этого благороднейшего, прекраснейшего напитка. Инна, душа моя, просьба, я покопался в портфеле компании «Ладога» на стенде, ты не пропадай, ты заглядывай. У вас там много чего, у вас там хлопковое дерево там, ой, что там только нету, бог ты мой. Да, много сюрпризов будет. Давай дружить, давайте дружить с семьями. Давайте, давайте. Я за, давайте за это и выпьем. Подписывайтесь. Welcome на мой сторонный YouTube-канальчик. Ну и до новых. Спасибо, до новых встреч. Ну, как и обещал, раскуриваю масонскую сигару «Хирам и Соломон». Название я уже не помню, бан снял, но внизу там все будет написано. О, великолепие. Это «Лэйзи Додо». Ну, реально шикарен, шикарен, шикарен. И под сигарку. На нос гораздо слаще, чем на вкус. Сигара великолепна. Кстати, один из тех вариантов, который ничто не испортит. Этот «Ром» не испортит никакая сигара. Он капельку сладковат, не забьет ни легкую, ни среднюю. Сгладит крепкую, маслянистую сигару. Хорошее вот это коньячное дерево споется с любой сигарой, как по мне. Вот с любой. С этим «Хирамом Соломоном». Прости, господи, масоны. Кругом масоны. Такие наши люди, они везде. Я вас умоляю. Это... Такие что-то. Дима. КЛАНСТА. КЛАНСТА. КЛАНСТА.